Докажем теорему Горбеца-Борреля, что для бесконечного множества натуральных чисел n разность между числом и его n-неподходящей тропью меньше, чем единица, деленная на квентное в квадрате корней из пяти. Для этого вспомним, что такое вообще-то на этот вопрос. Если, конечно, мы идем до бесконечности, мы считаем, что альфа и рациональная, поэтому она не обрывается, но все начиная с альфа-н плюс первого, давайте обозначим новый альфа-н плюс первого. Тогда по известной формуле для элементов в цепной дроби у нас альфа равно такому числу, а значит, мы можем взять разность, привести к общему знаменателю. и смотрите, альфа-н плюс первое, п-н-е, к-н-е, и здесь альфа-н плюс первое, к-н-е, к-н-е, исчезает. П-н минус первое, к-н-е, минус к-н минус первое, к-н-е, а вот это единица для любого. Если мы вынесем из вот этой скобки к-н-е, то получаем как раз к-н-е в квадрате умножить на альфа-н плюс первое, плюс к-н минус первое, к-н-е, значит, имеет смысл исследовать именно эту причину. Нужно доказать, что для иррационального числа альфа вот этого числа альфа-н плюс первое плюс к-н минус один делить на к-н больше корня из пяти в бесконечном количестве случаев. Для бесконечного множества альфа-н. Ну, давайте все-таки аккуратнее выпишем, что же это за число. Вот это число альфа-н плюс первое, альфа-н плюс второе, плюс третье и так далее, плюс отношение к-н-е, к-н-е. Помним, что к-н-е это континуанта, к-н-е минус первое тоже континуанта, и значит, вот это вот отношение, это единица, деленная на конечную цепную дробь. Значит, мы должны доказать, что для бесконечного количества чисел n сумма, смотрите, вот такой дроби и такой. Больше, чем корень из пяти. Ну, царь, если альфа-н плюс первое, это тройка или больше, то, разумеется, уже вот это число больше трех. Ну, а в сумме будет тем более, и результат больше, чем корень из пяти. Значит, остались числа, у которых элементы, начиная с некоторого места, только единицы и двойки. Давайте посмотрим, ну, один случай. Элементы, начиная с некоторого момента, только единицы и двойки, и двоек бесконечно много. Так, переписываем вот это число, лямб демн, смотрите, это альфа-н плюс первое, плюс единица, дверенная на, плюс единица, дверенная на. В рямбах, если альфа-н плюс первое больше или равно, чем три, то лямб демн больше, чем три, больше, чем корень из пяти. Это понятно. Другой случай. Если бесконечно много двойок. Здесь мы разобрали ситуацию, когда элементы в бесконечном количестве больше или равны трех. Пусть вариант не такой. Тогда только единицы и двойки, начиная с какого-то места. Например, пусть двойки бесконечно много. Итак, берем такую очередную двойку. Рядом с ней стоят один-два и один-два, поэтому они не больше двойки. И смотрим, что такое лямб демн. Вот это, по крайней мере, двойка. Здесь вот это не больше, чем два. И дальше два плюс единица разделить на что-то. То есть в знаменателе стоит два плюс число, не превосходящее единицы. Ну, значит, все это выражение должно быть больше, чем одна треть. Точно так же здесь. Вот это вот у нас единица или двойка, именно. И к этому прибавляется единица, деленная на что-то. То же самое. Это, конечно, не меньше, чем одна треть. Получается не меньше, чем восемь третьих. А это больше, чем корень из пяти. Замечательно. Ну и последний случай. Начиная с некоторого места, все числа А это единицы. Смотрим тогда, что такое лямбда энная. Допустим, n такое, что все а-н, то есть первые так далее, это единицы. Тогда, смотрите, здесь стоит один, здесь то же самое. То есть вот это вот число, это просто-напросто золотое сечение. Корень из пяти на плюс один пополам. И к этому прибавляется дробь, которая конечная и так устроена. При больших n тут будет много единиц. Ну, а в начале какие-то элементы были. Так вот, смотрите, если мы с вами внимательно посмотрим на то, как устроен этот знаменатель, то поймем, что в половине случаев он больше, чем золотое сечение, а в половине случаев меньше. Наверное, это стоит объяснить. То есть, в принципе, конечно, если бы здесь были единицы бесконечного количества, то это было бы золотое сечение. А давайте посмотрим, вот если здесь некоторые элементы будут не единицы, но n будет все время увеличиваться, и каждый раз все-таки спереди добавляет единица. Что это у нас будет за, ну, смотрите, пусть единица. Единица, деленная на, для краткости, это будет единица, деленная на x. А теперь рассматриваем такое выражение. Пишем единицу, очевидно, то есть, n в единицу увеличилось. А здесь опять пошло, а n, а n минус первое, и так далее, и так далее, а первое. Что это такое? Это единица, деленная на единицу, плюс единица, деленная на аминус. Отлично. И что я обещал доказать? Я обещал доказать, что из этих чисел хотя бы одно больше, чем корень из пяти, минус один, да, пополам. А другое меньше. Давайте я, на всякий случай, напомню, что если мы берем, вот так, у него, 1 плюс 1, 2, 1 и так далее, то это более инструктивное, плюс 1 пополам. Почему? Потому что если мы обозначаем вот эту величину в y, то получается такое уравнение. y это единица, плюс единица, деленная на y. То есть y квадрат, это y плюс 1. Ну, это квадратное уравнение несложно решить. y квадрат минус y минус 1 равно 0. Значит, y у нас, ну, собственно, что это такое будет? 1 плюс-минус, ну, или положительное число, поэтому плюс, корень из пяти половин. Да, это золотое сечение. Замечательно. Теперь смотрим сюда. Представьте себе, что единица, деленная на x, оказалась числом маленьким, меньше, чем корень из пяти, минус 1 пополам. В таком случае, единица, плюс единица, деленная на x, меньше, чем корень из пяти, плюс 1 пополам. А значит, единица, деленная на 1 плюс 1 пополам будет, наоборот, больше, чем единица, деленная на это число, на корень из пяти, плюс 1 пополам. А это то же самое, что корень из пяти, минус 1 пополам. Вот и все. Если вот это меньше, то это больше. Вот, а здесь у нас стоит число, равное корень из пяти, плюс 1 пополам. То есть, смотрим тот момент, когда больше, и складываем корень из пяти, плюс 1 пополам, и корень из пяти, минус 1 пополам. Получаем корень из пяти. Значит, в этот момент, в половину случаев, лямбда энная будет больше, чем, в принципе, пяти. Мне кажется, что это достаточно понятное доказательство теоремы Гуру и Цибарелия. И чем оно еще замечательно? Здесь можно, чуть-чуть изменив вот эти вот неравенства, доказать такой факт. Если у иррационального числа альфа, сколь угодно далеко, есть отличные от единицы элементы, то есть, если оно не эквивалентно золотому сечению, вы помните числа называемые эквивалентами, если можно отрезать начало у одного, а у другого и получить одно и то же. Так вот, если число не эквивалентно к золотому сечению, то интересующее нас неравенство альфа минус пенная делить на коэнная меньше, чем единица делить на коэнная квадрат корень из пяти. Можно записать не с корнем из пяти, а с корнем из пяти. Доказательство почти такое же, только потребуется чуть-чуть больше возни. Но вот начало, между прочим, я даже здесь могу вот прямо сразу. Смотрите, вот в этом месте, согласитесь, можно просто поставить, что тройка больше, чем коэн из пяти. Ничего такого особенного не требуется. Но вот дальше, к сожалению, нельзя. Здесь потребуется чуть более подробный разбор случаев. Если альфа и рациональное число не эквивалентное золотому сечению, то бесконечно много есть дробей из пяти, где альфа минус пенная квадрат корней из восьми. Почему? Если альфа минус пеная не меньше, чем тройка, то здесь больше, чем три, это больше, чем тройка. Отлично. Если для бесконечно... То есть теперь можно считать, что начиная с некоторых моментов, все элементы это только единицы и двойки. Потому что если у нас бесконечно много есть троек или больших, то мы уже все сделаем. Если, значит, только единицы и двойки, для бесконечно многих n, а n, наверное, равно единице. То есть не так, что с какого-то момента все это подряд двойки, а бесконечно много единиц. Тогда существует бесконечно много n, для которых альфа минус первая – это двойка, а альфа минус вторая – это единица. Почему? Потому что число не эквивалентно золотому сечению. Не может быть, чтобы подряд шлить не единицы. Ну и мы уже сказали здесь специально, что не может быть, что шли подряд двойки с некоторых моментов. Значит, все время есть такие места, где происходит переход от одного к другому. То есть альфа минус первая – это двойка, а альфа минус вторая – это единица. Тогда все легко. Здесь вот у нас стоит двойка. Здесь единица, деленная на один плюс какая-то там дробь. Эта самая дробь меньше единицы. Поэтому вот этого числа больше одной вторая. Здесь стоит альфа минус вторая – это то ли единица, то ли двойка. Ну, во всяком случае, знаменатель не больше, чем три. Даже вернее, чем три. Вот и все. Два плюс одна вторая плюс одна треть – это 17 шестых. Почему это больше, чем холм? Потому что если мы квадрат разведем, 17 квадрат с 289, а 8 умножить на 36 – это 288. 289 больше, чем 288. Остался последний случай. Начиная с некоторого момента, все элементы – это двойки. Тогда лепь дн – это такая бесконечная тропь. Между прочим, это единица плюс корень из двух. Ну, это очень легко составить уравнение. Если вы это тоже обозначаете х, то, смотрите, будет два плюс одна хв. Да? Два плюс одна хв – это х. Умножаем на х, получается х квадрат. Это 2х плюс один. Замечательно. Значит, если вы 2х перенесете, то получается х квадрат минус 2х. Ну и давайте еще единицу прибавим к первым частям. Это будет двойка. Значит, х минус 1 в квадрате – это двойка. Ну, все-таки все. Значит, х минус 1 – это корень из двух, а х – это а1 плюс корень из двух. Так вот, первую мы знаем. А здесь у нас конечная тропь. У нее много двоек, а потом какие-то элементы, вплоть до а1. Замечательно. И утверждается, что все время будет происходить меганин. Будет единица разделить на 1 плюс корень из двух, плюс что-то в знаменателе, и единица разделить на 1 плюс корень из двух минус что-то. Получайте. Это очень легко понять. Смотрите. Если х оказался больше, чем 1 плюс корень из двух, в какой-то момент вот такая вот тропь оказалась большую. то в таком случае следующий, когда еще одну двоеку добавили, будет 2 плюс 1 х. Значит, х у нас большой, значит, это 2 плюс 1 х, маленькая, меньше, чем 2 плюс 1, смотреть на корень из двух плюс 1. А здесь, просто домножаем спряженное, получаем, что это корень из двух минус 1, в сумме из двух, и получается корень из двух плюс 1. Замечательно. Значит, я показал вот такой факт. Половина будет больше, половина будет меньше. Но когда вы делите единицу с точности на один плюс корень, то у вас получается корень из двух минус 1. В сумме это будет два корня из двух, это корень из восемь. Ну, и давайте все-таки еще упражнение сделаем. Оно так же решается, только там число страшнее. Если число, точнее его запись в виде цепной тропы, состоит не сплошь из одних единиц, и не сплошь из одних двоек, то есть, если число не эквивалентно ни корень из двух, ни золотому сечению, то в таком случае неравенство, которое мы обсуждаем, можно взять не с числом корень из восьми и не с числом корень из пяти, а с числом одна пятая корня из двусот двадцати одного. Согласитесь, что корень из восьми и корень из пяти были как-то более понятные числа. А здесь возникает какое-то странное. Корень из двусот двадцати одного это еще и гелетный на пять. Начало рассуждения будет такое же, только я сюда напишу корень из двусот двадцати одного разделить на пять. Почему это не раздверг? Здесь понятно, почему. Потому что пятнадцать в квадрате это двести двадцать пять. Ну а двести двадцать пять больше, чем двести двадцать три. Дальше потребуется чуть-чуть больше вариантов разобрать, чем мы здесь. Но, заметьте опять, с какого-то момента в числе будут только единицы и двойки в виде вот этих неполых частных. Потому что если есть в бесконечном количестве такие, для того, что АН плюс первое больше или равно трех, то соответствующая лямбда Энная больше, чем корень из двухсот двадцати одного наделенной на пять. Если для бесконечно многих Н АН равно единице, АН плюс первое равно двум, АН плюс второе равно единице, то в таком случае лямбда Энная больше или равно двойка, здесь один разделить на один плюс что-то, и здесь один тоже разделить на один плюс что-то. Знаменатель Э меньше двойки, здесь тоже знаменатель Э меньше двойки, два плюс одна вторая плюс одна вторая это три, а три больше, чем корень из двухсот двадцати одного дефицит на пять. Таким образом, мы уже знаем, что начиная с некоторого момента все АН, все неполные частные, это единицы эпохи, и мы уже поняли, что можно считать, что под слов вида один-два-один конечное множество. Теперь давайте посмотрим под слов вида наоборот. Два-один-два. Их конечное множество. Мы уже считаем, что все неполные частные только единицы и двойки, и вот таких конечное множество. Посмотрим на два-один-два. Смотрите, если сюда припишешь единицу, то получится один-два-один, то есть конечное множество. Значит, начиная с некоторого момента, здесь обязательно будет двойка. То же самое, если сюда припишешь единицу, будет тоже вот это, а их конечное число. Значит, нас на самом деле, когда мы изучаем такое, интересуют такие. Предположим, что в бесконечном количестве случаев встретились подряд два-два-один-два-два. Пусть есть бесконечно много фрагментов вида два-один-два, тогда будет и бесконечно много таких вот два-два-один-два-два. И, во что мы смотрим, вот а-н плюс второе, а-н плюс первое, это у нас тоже двойка а-н, это единица. Вот, ну и вот здесь, смотрите, два, два плюс что-то. Здесь, здесь приходится точно все выписывать, а то, что получилось, вместо а-н пишет единицу, вместо а-н минус первую двойку, вместо а-н минус первую двойку, и вот получается какое-то такое выражение. Вот, ну дальше понятно, что вот это больше, чем 1 треть, а это, что сюда не пиши, больше, чем 7 десятых. Сумма, это будет 2 плюс 31 тридцатая, больше, чем 3, а 3 больше, чем корень из 621. Значит, я могу, для ясности, уже убрать вот эти вот двойки, и я утверждаю, что фрагментов вида 2, 1, 2 конечное множество. Замечательно. Пойдем дальше. Итак, все элементы, не больше числа 2, то есть почти все, да, может быть, конечное число и больше, но вот, начиная с некоторого места, все не больше. Мы уже поняли, что конечное множество подслов вида 1, 2, 1 конечное множество подслов вида 2, 1, 2, а теперь докажем, что и подслов вида 2, 2, 2 тоже конечное множество. Почему? Ну, потому что мы предполагаем, что наше число не эквивалентно корню из двух, то есть не эквивалентно числу, у которого все подряд элементы двойки. Поскольку элементы только единицы и двойки, значит, должно быть бесконечно много единиц. Если бы было бесконечно много таких вот троек, 2, 2, 2, то обязательно нашлось бы и бесконечно много вот таких, потому что не может все время идти только двойки, когда состоится единица. Замечательно. А если единица, мы же помним, что 2, 1, 2 конечное. Значит, начиная с какого-то момента, здесь обязательно должна быть единица. Ну, следующий элемент, я не знаю какой, давайте его обозначим, предыдущий должен быть, а, при этом мы знаем, что а и б это единица или двойка. Вот, и все. Пишем нашу формулу. Лямда, ренда, это 2, то есть 1 плюс 1, да, плюс вот такая тропь, и плюс единица, это видно на 2, плюс такая тропь. Пишем неравенство. Вот эта штука, это 4 седьмых, а это 7 сеннадцатых. Ну, и действительно, это больше, чем корень из 221 делённый на 5. Таким образом, можно считать, что и фрагментов вида 2, 2, 2, конечное множество. Хорошо. Теперь фрагменты вида 1, 1, 1. Представьте себе, что и бесконечное много встретилось. Поскольку наше число неэквивалентно золотому сечению, то и двойки встречаются в бесконечном количестве, значит, где-то перед 1, 1, 1 будет 2. Но, поскольку 1, 2, 1 – конечное, то, значит, на самом деле надо интересоваться 2, 2, 1. Здесь вот уже имеются две двойки, то здесь не может быть двойка, потому что мы разобрали ситуацию, 2, 2, 2 – только конечное множество. Значит, здесь единица. 2, 1, 2 тоже, значит, интересует нас только вот такая штука. Замечательно. Записываем. Пишем. Плюс-кнапросто. Форму. Ну, тут. То есть, смотрите, λn – это an плюс первое плюс, да, и так далее. То есть, у нас двойка плюс один, один, один и так далее. И здесь идет an и в эту сторону. Двойка, один, один. Ну, это же неизвестно, что вот такое выражение больше, чем 2 плюс 1 делить на 1 плюс 1 делить на 1 плюс 1 вторая. И здесь 1 делить на 2 плюс 1 делить на 1 плюс 1 вторая. То есть, 2 плюс 3 восьмых плюс 3 пятых. А это, можно проверить, посчитать, это больше, чем корень из 221 делить на 5. Отлично. Значит, в 3 единицы тоже встретится только конечное множество раз. Возвращаемся. Посмотрим, что у нас есть. Вот это все можно убрать и просто написать это 3 единичные. Давайте поймем, что такое бесконечная последовательность из единиц и двоек, в которой конечное количество таких, конечное количество таких, таких и таких. То есть, с некоторого места что-то других не бывает. Ну, посмотри, скажем, могут ли в ней чередоваться в ней цикольки? Не могут. Могут ли в ней идти рядом 1 и 1? Могут. Но если тут 1 и 1, то дальше идет обязательно двойка. Дальше 1, 2, 1 нельзя. Значит, должна идти двойка. после двух двоек нельзя писать двойку. Значит, обязательно единиц. Господа, получается такая периодическая последовательность. Точно так же, если бы мы начали с двух двоек, то было бы так. Значит, нам осталось разобрать только одно число. Число внутренним вот с этого места. с одного из таких места. Тогда что у нас будет за формула? Если с этого места посмотреть, вот какую-то двойку обозначить как i плюс 1, это будет i плюс 2 и так далее, и так далее, и так далее. А тогда что будет здесь? здесь будет единица, деленная на 1, 1, 2, 2, и так далее. Нам, конечно, неплохо бы понять, что это за сутки. Для этого давайте обозначим вот это число буквы x и пишем уравнение 2 плюс составив уравнение, решив его, находим x, это 9 плюс корень из 221 разделить на 10. А, соответственно, другое выражение, если уже знаем, это x будет корень из 221 минут 9 разделить на 10. Сумма этих чисел как раз интересующий нас корень из 221 разделить на 5. При этом, заметьте, пожалуйста, у нас вот это вот, это в точности x, в точности бесконечная тропь. А здесь, вы же помните, каждый раз идет до начала, и поэтому здесь все время будет происходить мигание, то есть, будет число не в точности равное этому, но стремящееся к этому. Вот, мы и получили в точности утверждение, которое хотели. оказывается, после золотого сечения, то есть, числа, с какого-то момента все идут единицы, и после корня из двух, числа в цепной тропе, возник, в каком-то месте идут подряд двойки, оказывается, следующее число устроено вот так, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, и так далее. Можно продолжить эту конструкцию, еще дальше найти следующее такое замечательное число и так далее, и так далее. То есть, в принципе, существует такая счетная последовательность, для которой вот эти вот числа будут корень из 5, потом корень из 8, потом корень из 222 и 3 и 5, они будут каждый раз увеличиваться, и так по одному числу будет добавляться. Но оказывается, слишком большим это число не может стать. А именно, сейчас мы укажем явный пример огромного количества чисел, их будет континуум еще одно множество, у всех которых вот это самое показатель качества, число лямбда н, будет не больше трех. Устроено это следующим словом. Число устроено так. Сначала идет несколько единиц, потом две двойки, потом опять несколько единиц, больше, чем было вначале, потом две двойки, потом еще больше единиц, что было только что, потом две двойки, и так далее, и так далее, и так далее. Вот оказывается, если мы возьмем такое число в качестве числа альфа, и если мы возьмем любое число лямбда, которое больше трех, то лишь конечное множество дробей будет удовлетворять неравенство альфа минус b разделить на q меньше, чем единица разделить на лямбда квадрат. Давайте это сейчас докажем. Если лямбда больше трех, и альфа это число, в котором сначала идут единицы, потом две двойки, потом единиц больше, чем было, то есть n в второе больше, чем n в один, потом опять две двойки, потом n в третьей больше, чем n в второе, и так далее, и так далее, то неравенство альфа минус y меньше, чем единица разделить на лямбда x квадрат удовлетворяет лишь конечное множество дробей. Ну, смотрите, во-первых, если тут написано лямбда x квадрат и лямбда больше трех, то y разделить на x это обязательно подходящая дробь. Для подходящей дроби мы помним, что нас интересует вот лямбда и мы можем их выписать. Что может в качестве n плюс первого? Либо эта двойка, либо эта, либо какая-нибудь единичка, либо какая-нибудь другая единичка. Так вот, если напишите, то обнаружите, что самое большое, самое качественное, это когда вы начинаете с двойки, в качестве n плюс первого, берете вот двойку, первую, вторую, и тогда, по той формуле, будет 2 плюс 1 разделить на много единиц, потом еще что-то, плюс единица разделить на двойку, потом сюда, когда идем, много единиц, потом еще что-то, при умельчении длины, чем дальше берем эту самую двойку, тем у нас все это будет ближе к, смотрите, чему, вот это просто стремится к золотому сечению, это тоже золотое сечение, вот, ну и, если посмотреть, получается, что это тройка, если внимательно, посчитайте, если посчитаете, получится, что это тройка, значит, вы задачу решили, знайте, пожалуйста, таких чисел афа континум, потому что вы можете независимо от друга от друга, как в каждом из этих количеств, ну, например, здесь берем 10 или 11 единиц, здесь берем 20 или 20, там 30 и так далее, вот, пожалуйста, что-то говорит дворечная система счисления, значит, континум таких чисел существует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...